курс нелинейные процессы физики сплошных сред он три года назад был выделен из просто курса физики сплошных сред куда вошли в чуть больше или развернутом виде все нелинейные процессы какие возможно и собственно ими мы будем заниматься значит литература по курсу это книжка лотова физика сплошных сред вы должны знать с третьего курса векштейн физика сплошных сред в задачах тоже вы уже видели точно значит и менее популярные почему все равно некоторые люди готовятся по этому курсу это заславский сагдеев введение в нелинейную физику и ландау томат шестого по восьмой естественно не полностью только те главы которые будут относиться к нелинейным процессам шестой это гидродинамика седьмой упругость восьмой электродинамика сплошных сред значит также как курс физика сплошных сред нелинейные процессы физики сплошных сред можно будет условно разделить на электродинамику гидродинамику и упругость в конце вот и сегодня мы займемся электродинамикой в начале мы будем вспоминать линейную физику сплошных сред и как раз может быть что-нибудь новое узнаете и постепенно к концу лекции перейдем к нелинейным процессам там чуть-чуть вычисления будут но ничего сделаем значит начнем мы с электродинамики значит вот тут написано уравнение максвелла в том виде в котором они использовались для изучения в линейной физики сплошных сред написать их в таком виде это уже некоторые нетривиальная задача если не помните как это делать что обязательно перечитайте первый параграф книжки лотова вот там эта вещь сделана и про это все всегда забывают в том числе на экзамене по физике сплошных сред мало кто помнит почему этими уравнениями можно пользоваться почему здесь нет h почему d через е и ж выражается таким образом значит уравнение всего 6 1 2 с дивергенциями ими мы пользоваться не будем потому что они являются начальными условиями для роторных уравнений и легко доказать что если они выполняются в начале то они выполняются все время значит основные два уравнения максвелла это роторные ротор е равно минус единицы на cdb по dt и ротор b равно единица на cdd по dt уравнение максвелла должны прилагаться еще материальные уравнения значит они записаны в таком виде в каком их использовались физики сплошных сред д д д по dt равно д е по д т плюс 4пи же среды ажи среды это последнее материальное уравнение является некоторым функционалом от того какое было электрическое поле в среде но тут нужно дописать еще и магнитное но так как магнитное легко выражается через электрическое будем писать сразу только электрическое значит сейчас мы сначала вспомним как выводится уравнение максвелла в тензорной форме как они записываются значит они будут общими для линейной и для нелинейной теории сначала вспомним как вводится все для линейной и потом запишем что же происходит когда появляются нелинейные эффекты какой основной метод физики сплошных сред использовался для того чтобы перейти от координатное представление к представлению волнового вектора и частоты какое преобразование использовалось преобразование фурье почему уравнение максвелла хорошо поддаются решение методом преобразования фурье не все же уравнение можно жить методом преобразования фурье почему вот эти можно в какие в алгебраические почему потому что они потому что пространство для этих уравнений однородная если бы перед этими дифференциальными операторами стояли бы координаты то при преобразовании фурье они бы перешли снова в дифференциальные операторы поэтому преобразование фурье хорошо работает для однородных пространств и для однородных сред поэтому им пользуемся собственно поэтому мы будем изучать только однородные среды практически только их значит но кроме линейности требуется еще одно свойство чтобы преобразование фурье хорошо работало это собственно линейность потому что от нелинейных операторов преобразования Фурье брать, ну, собственно, никакой радости нет. Значит, так как мы не будем сегодня делать преобразования по координатам и по времени по очереди, а будем делать их только одновременно, поэтому сразу преобразование Фурье запишем в общем виде. Для этого будем пользоваться вектором КСИ, который состоит из координат и времени, и вектором КАПА, который состоит из волнового вектора, и минус частоты. Значит, в таком случае преобразование Фурье записывается достаточно коротко. Мы будем пользоваться полным симметричным преобразованием Фурье. Значит, в координатном представлении функция равна 1 делить на 2π в квадрате 4 интеграла. Я не буду писать все четыре, если один написан, значит, это четверной интеграл. Значит, это образ на Е в степени И КАПА на КСИ. По Д что? По Д КАПА. Так, правильно знак поставил? Значит, КСИ на КАПА. Скалярное произведение это Р на КР минус омега Т. Значит, здесь сверху должно стоять минусы омега Т. Да, знак правильный. Значит, обратное преобразование Фурье. Это также единица на 2π квадрат интеграл от оригинала на Е в степени минус И КСИ КАПА. По Д КСИ. Значит, если мы берем образ Фурье от производной по координате, во что он переходит? Во что переходит эта производная? Ну, собственно, основное свойство, почему дифференциальные операторы заменяются на алгебраические выражения. Производная по Р во что переходит? В КАПА. Почти. Значит, КАПА и КАПА. Вот. Значит, во что переходит производная по времени? Минусы омега. Так. Значит, ну и теперь давайте переписывать наше уравнение Максвелла, взяв от них преобразование Фурье. Так, давайте это где-нибудь справа делать. Значит, дивергентные уравнения трогать не будем, сразу начнем с роторных. Ротор. Образ от ротора Е чему равен? Векторному произведению ИК на Е. Так. Минус единица на С, ДБ под ЭТ. Это что будет? И омега, да, минусы сократились. И омега делить на С. Д на Б. Значит, второе роторное уравнение – это ИК векторно на Б. Минус И равно минус И омега делить на С, Д. Так, значит, теперь нам оставшееся материальное уравнение. ДД по ДТ – это минус И омега, Д равно минус И омега Е плюс 4ПЖ. Здесь уже все это, естественно, имеется в виду образы. То есть, если электрическое поле векторно умножается на волновой вектор, то это имеется в виду, естественно, уже, что векторное поле в пространстве волновых векторов и частот. То есть, в одном выражении не могут одновременно встречаться координаты и волновые вектора. Поэтому сразу отличайте, где стоит образ, где оригинал функции. Значит, кто помнит, что происходит с вот этим уравнением, если взять от него образ преобразования Фурье? Ну ладно, сейчас это не особо важно, но когда мы будем то же самое проделывать для нелинейной диэлектрической проницаемости, сегодня же на лекции, мы в общем случае выведем, как это уравнение преобразуется. Значит, это записывается так. Здесь нету волновых векторов, поэтому я отдельно напишу, что это образы. Значит, оказывается, что если взять в самом общем виде линейную зависимость тока от электрического поля, то тогда, взяв преобразование Фурье от этого, мы получим, что образ тока – это свертка некоторого тензора, который называется тензором проводимости с образом электрического поля. Значит, отсюда, кстати, сразу выводится связь тензора диэлектрической проницаемости и связь тензора проводимости. Значит, вот отсюда выражаем D. Значит, если образ D записать в виде свертки тензора образа диэлектрической проницаемости на электрическое поле, то тогда как будет выглядеть это выражение? Значит, это делим на минус и омега, это D альфа равно E альфа минус 4П и делить на омега G. Значит, если G подставить вот в этом виде, то это будет E альфа минус 4П и делить на омега сигма альфа бета Е бета. Значит, теперь, чтобы совпало с вот этим выражением, нам нужно, чтобы у всех E был индекс бета, и чтобы его можно было вынести. Значит, это записывается в таком виде. Символ кроникера альфа бета минус 4П и делить на омега сигма альфа бета на Е бета. Почему это то же самое, что и предыдущее? Свертка с символом кроникера что делает? Чего-чего? Ну, громче чуть-чуть. Замечательно. Ну, на экзамене посмотрим. Вот вам, наверное, понятно будет, да? Ну, мы плюс, да, плюс, каюсь, виноват. Это значит, что тензор диэлектрической проницаемости равен дельта альфа бета плюс 4П и делить на омега тензор проводимости. Замечательно. Что дальше в курсе физики сплошных средств делали с этими уравнениями, для того, чтобы стало попроще их решать? Вот у нас есть первое уравнение, второе, ну и, собственно, третье и четвертое. Вот они подряд. Ну, что делали? Значит, дальше делали две вещи. Исключали магнитное поле и исключали D. Для начала исключим магнитное поле. Как это делается? Нет, чуть проще даже. Смотрите, первое уравнение Максвелла, в нем B уже входит в явном виде, и его можно легко выразить оттуда. Собственно, первое уравнение исключает B, поэтому уравнение становится меньше на три штуки, если считать скалярные. И величин, которые мы ищем, становится тоже меньше на три штуки. Значит, подставляем B из первого уравнения во второе. Значит, это чего будет? Значит, ИК векторно на B. Значит, B это то же самое ИК векторно на E. С каким коэффициентом? Какой коэффициент я забыл? Значит, C делить на ИОМЕГА. Равно минус ИОМЕГА делить на СД. Да, замечательно. Значит, сейчас чуть-чуть приведем, чтобы избавиться от И и все константы занести в одну сторону. Так, одно И сокращается, второе И сокращается вот так. Значит, это минус ОМЕГА квадрат на С квадрат Д. Правильно? Нигде я знак не маханул. Да, замечательно. Значит, дальше нам удобно работать с этим в тензорном виде. Значит, ну, через какой тензор записывается векторное произведение? Левичью это правильно. Значит, абсолютно антисимметричный тензор, который на самом деле даже тензором не является. Тут сразу напишу ответ, потому что в Лотве все это написано, как это выводится. Значит, это минус К квадрат. Сразу будем писать в тензорном виде. Е-альфа плюс К-альфа, К-бета, Е-бета. Значит, это просто раскрытие двойного векторного произведения. Это самый простой способ, который я для себя выбрал, чтобы это запомнить. Значит, смотрите. Векторное произведение – это поворот на 90 градусов вокруг некоторой оси. Значит, здесь два раза поворачиваем вокруг некоторой оси, но и векторное произведение оставляет только то, что перпендикулярно этой оси, то есть вектору К. То есть два раза повернули, это он стал в другую сторону, он с минусом, ну, К для размерности. И минус – часть вдоль. Вот так как здесь минус, минус меняется на плюс, вот эта часть вдоль. То есть векторное произведение, то, насколько этот вектор Е повернут вдоль К, вычитается компонентом вдоль К. Значит, правая сторона. Минус омега квадрат, С квадрат, Д альфа. Д альфа сразу запишем вот отсюда. Значит, это эпсилон альфа бета Е бета. Значит, ну и как делали в линейной ФССР, все это сводим в одну сторону и называем одним оператором. И вносим Е. Это будет минус, давайте с плюс начнем, К альфа, К бета, минус К квадрат, дельта альфа бета, так, плюс или минус, плюс, плюс омега квадрат, С квадрат, эпсилон альфа бета, Е бета выносится. Значит, вот эту штуку, вся которая в скобках, называют L альфа бета для краткости. Она нам сегодня понадобится в таком виде записанной. Значит, и все уравнение Максвелла записывается в виде L альфа бета Е бета равно нулю. Значит, чтобы это уравнение имело решение с нулевой правой частью, по альтернативе Фрид Гольма, определитель матрицы должен быть равен нулю. Как называется уравнение, которое получается вот из этого, в каждом конкретном случае? Да, дисперсионное уравнение. Потому что в него не входит амплитуда волны, не входит ее поляризация, куда направлено электрическое поле, а входит только характеристики волны, частота и волновой вектор. Таким образом, из этого уравнения следует зависимость частоты от волнового вектора. Чаще всего в неявном виде, в хоть сколько-нибудь сложных системах, но мы будем рассматривать обычным простые, и поэтому можно записывать омега как функцию от К. Значит, вот это уравнение, оно справедливо всегда. Мы не делали никаких упрощающих предположений. Мы просто взяли уравнение Максила, взяли материальное уравнение в каком-то виде, и если вот эта вот вещь справедлива, D α это равно ε α β на E β, то, собственно, эта вещь работает. Вот если здесь оставить просто D, вот в таком виде, то это работает абсолютно всегда. Линейная и нелинейная зависимость D от E, все работает. Если мы записали уже просто в линейном случае, как она выражается, вот так вот, то это только линейная составляющая. И поэтому, собственно, вот получается все так хорошо, и уравнение решается, и все здорово. Значит, что происходит, когда нам нужно использовать нелинейную теорию? Давайте попробуем расписать чуть подробнее. Значит, начнем вот с этого уравнения, третьего снизу, только когда мы еще не записали D через ε α β E β. минус k квадрат E β плюс k α k β E β равно минус омега квадрат делить на c квадрат D α. Значит, D α абсолютно точно мы можем выразить вон из того выражения. D α равно E α плюс 4π E делить на омега g α. Да, E α. Да, E α. Значит, можно сразу писать, что D имеет линейную часть по E плюс квадратичную плюс кубическую и так далее. Значит, нам чуть-чуть удобнее будет делать то же самое, но не через D, а через ток. Поэтому давайте напишем параллельно ток и будем приводить к его нелинейности. И так далее. Значит, если мы закрываем все нелинейные слагаемые, мы получаем линейную теорию. Если оставим все слагаемые, то этого никогда не решим. Поэтому давайте сначала рассмотрим слабо нелинейный случай. Когда все дальнейшие слагаемые действительно малы по сравнению с предыдущими и будем оставлять для начала только квадратичные слагаемые. Значит, продолжаем вот эту запись. Значит, подставляем D вон оттуда. Это будет минус омега квадрат на С квадрат. E альфа минус омега квадрат С квадрат. 4ПИ делить на омега Ж. Теперь подставляем всю нелинейность Ж. Но не все, а только второе слагаемое. Значит, это минус омега квадрат С квадрат Е. Минус омега квадрат делить на С квадрат 4ПИ делить на омега. Значит, и тут Ж первое альфа плюс Ж второе альфа плюс и пошли дальше. Значит, линейную часть мы можем записать, объединив вот это слагаемое, которое, очевидно, имеет первый порядок по электрическому полю, и вот эту часть. Обозначив это просто линейной диэлектрической проницаемостью. Первого порядка по электрическому полю. Значит, как тогда все это будет записываться? Так, давайте с новой строки. Минус К квадрат Е альфа плюс К альфа К бета Е бета. Если мы объединим вот это в диэлектрическую проницаемость первого порядка по электрическому полю, то давайте сразу ее перенесем налево. Это будет минус, нет, плюс омега квадрат делить на С квадрат. Диэлектрическая проницаемость первого порядка на Е бета. А в правой части останется омега квадрат, С квадрат. Давайте омега сразу в первой степени сократим. Значит, 4Пи и нелинейная часть. Да, минус. Теперь вот эта вот штука. Здесь у нас собрался первый порядок оператора L альфа бета. Значит, это будет L альфа бета первого порядка. То есть это то, что называлось L альфа бета все предыдущее время. Значит, на Е бета равно... И справа стоит какая-то нелинейная часть. Минус как раз ушел, потому что... Нет, минус остался, наверное. Да, минус остался. Минус 4Пи делить на омега, С квадрат и нелинейная часть. Значит, если мы хотим увидеть слабо нелинейные эффекты, нам нужно работать с вот таким уравнением, где слева стоит какой-то линейный оператор. Если это в координатном представлении, то это дифференциальный какой-то оператор. Дифференциальный интегральный, допустим. А справа стоит какая-то нелинейная или квадратичная часть. Значит, попытаемся с этим что-то сделать. Теперь нам мешает в этом уравнении больше всего то, что вот эта нелинейная правая часть, образ квадратичного тока, мы еще не знаем, как выразить ее через электрическое поле. То есть у нас здесь стоят две вещи в уравнении. То есть скалярных уравнений здесь три. Три компоненты альфа есть. И шесть неизвестных. Три компоненты Е и три компоненты Ж. Значит, нам нужно научиться связывать образ Ж с образом электрического поля. И тогда можно уже это уравнение решать. Собственно, сложная учительная часть будет связана как раз с этим. С тем, как связать образ Ж и образ Е. Абсолютно ту же самую процедуру мы проделывали, когда на курсе линейной физики из ваших средств получали вот это выражение. Но там у вас зависимость была линейная, а тут будет какая-то степенная. Начнем с квадратичной. Поэтому вспоминайте, как тогда делалось. И что мы будем делать сейчас, покажется проще. Есть ток. Давайте сразу в тензорном виде. Второго порядка по электрическому полю. Как в самом общем виде написать зависимость квадратичную тока от электрического поля? Значит, нужно, чтобы ток квадратичный зависел от того, какие были поля в любой момент времени и при любой координате. Это самая общая зависимость. Ничего более общего нельзя написать. Поэтому этот ток можно написать вот в таком виде. Некоторая функция сигма, альфа, бета, гамма от координат, в которой ток появился, от координаты какой-то штрихованной, где было первое электрическое поле, от координаты второй. И электрическое поле в момент времени штрих и в другое электрическое поле в момент времени и в координате два штриха. По декси штрих, декси два штриха. Вот. Это самый общий вид. От него мы будем плясать и получать все дальнейшее. К сожалению, этого у нас не получится без одного упрощающего предположения. Значит, если это абсолютно любая среда, то найти образ вот этого выражения не получится. Именно потому, что преобразование Фурье очень чувствительно к неоднородности среды, к неоднородности пространства. Поэтому в самом общем виде вот эта вот вещь записана для любой неоднородной среды. Давайте скажем, пусть у нас среда однородная, и что тогда изменится в этом выражении? Это некоторые точки координаты и времени, по которым ведется интегрирование. Это переменные интегрирования. Вот и все. Они не выходят из этого выражения. Если интегрирование по ним произошло, значит, ток от него уже не зависит. Вот и все. Значит, что делает эту среду неоднородной по пространству и времени? Среду с вот таким током. Вообще, какое определение однородности? Однородности пространства и однородности времени? Правильно. Значит, одинаковость законов при поступательном смещении по координате и по времени. То есть, ко всем координатам что-то добавляем, ничего не меняется. Ко всем временам что-то добавляем, ничего не меняется. Как обеспечить здесь, чтобы ничего не менялось в физическом законе, когда вы добавляете что-то к координатам и времени? Значит, вся зависимость здесь, среды от координата времени, сидит вот здесь. Вот здесь вот ничего не сидит, потому что это электрическое поле, которое не является характеристикой среды, а вот просто оно какое-то было. Разумеется, наличие электрического поля в какой-то момент времени в какой-то координате тут же делает распределение электрического поля неоднородным, поэтому его мы не трогаем. Значит, для однородной среды вот этот вот тензор сигма-альфа-бета-гамма должен зависеть только от координаты кси-кси-штрих и кси-минус кси-два штриха. Только в таких сочетаниях. Если мы теперь добавляем ко всем координатам и времени некоторую постоянную величину, тогда эти переменные кси-кси-штрих и кси-минус кси-два штриха не меняются. Вот и все. Значит, теперь будем работать с такой штукой. Сейчас надо будет много места. Значит, что нам нужно теперь? Мы добиваемся того, чтобы образ тока был выражен через образ электрического поля. Это выражение связывает не образ, а оригинал тока с оригиналами электрического поля. Как теперь поступим? Что нам делать? Избавиться от оригинала тока очень просто. Мы возьмем преобразование Фурье, и все. И сразу получим образ тока. Но вопрос, что делать с оригиналами вот здесь вот, с оригиналами электрического поля? Как выразить через Фурье образ? Ну, смотрите, смотрите, как, что нужно подставить вместо оригинала, чтобы эта вещь зависела только от образа. Обратное, да, собственно, преобразование Фурье. Мы так и подставим, что, мол, вот тут вот е равно интегралу от единицы на 2π в квадрате, интеграл от образа с нужной экспонентой по нужной координате. Значит, давайте писать. Сейчас промежуточную вот эту вот ставить не будем. Образ квадратичной части тока, зависящей от уже капа, будет равен единица на 2π в квадрате, значит, интеграл, эти два интеграла остаются. Значит, переписываем то, что уже было. Сигма альфа, бета, гамма от кси минус кси штрих, кси минус кси 2 штриха. Давайте пока что ток оставим от координат. е бета от кси штрих, е гамма от кси 2 штриха. И чтобы взять образ от этого выражения, нам нужно домножить на е в степени и капа на кси по д кси. По-моему, я минус забыл. Надо тут минус или нет? Нет, когда мы берем прямое преобразование Фурье. По-моему, надо. Значит, в обратном преобразовании Фурье стоит минус и омега, в прямом плюс и омега. Значит, отсюда выходит минус, да, значит, минус нужен. Так, следующим действием. Подставляем. Образы электрических полей. Значит, сколько будет 2π? В шестой степени. У нас уже было 2, и каждый раз еще выйдет 2, значит 6. 1 делить на 2π в шестой степени. Интеграл. Сколько интегралов? Много, да. Сколько? Было 3, еще сколько добавится? Еще 2. Значит, каждый из них четверной, поэтому вообще-то интегралов 20. Сигма, альфа, бета, гамма, от кси минус кси штрих, от кси минус кси 2 штриха. Давайте е в конце все писать. Значит, это будет образ электрического поля бета от кси штриха. Образ электрического поля от кси 2 штриха. На е в степени то, что было минус и кси на капа и новые эти, так как здесь в другую сторону преобразование фурия берется, значит, с плюсом. Плюс и кси штрих на капа штрих, плюс и кси 2 штриха на капа 2 штриха. Так. О, каюсь, здесь я забыл вот отсюда дифференциалы перенести. Д кси штрих, д кси 2 штриха. Значит, теперь пишем все дифференциалы. Значит, это д кси, д кси штрих, д кси 2 штриха, д капа штрих, д капа 2 штриха. Вот такое выражение. И совершенно неожиданно мы сейчас узнаем, что оно действительно упрощается. Так, как же оно упрощается-то? Значит, во-первых, мы должны заменить переменные для простоты. Будем использовать такие переменные. Дельта кси штрих равно кси минус кси штрих и дельта кси 2 штриха равно кси минус кси 2 штриха. Значит, новыми переменными обозначаем то, от чего зависит здесь наш тензор сигма-альфа-бета-гамма. Так, ну давайте переходим к новым координатам постепенно. Сейчас я посмотрю, может, еще какое-нибудь преобразование сразу сделаем, чтобы попроще было. Так, так. Нет, проще уже не будет. Значит, пятерной интеграл сигма-альфа-бета-гамма от дельта кси штрих, дельта кси 2 штриха, е-бета-образ от капа-штриха, е-гамма-образ от капа 2 штриха. Теперь самое важное место – это экспонента. е в степени и кси. Давайте сразу выпишем то, что будет с кси стоять. Значит, из первого выходит минус и кси капа. Значит, минус капа. Из второго, если мы подставляем кси штрих вот отсюда, будет капа минус дельта, ой, кси минус дельта кси штрих, это значит, плюс капа штрих, из второго симметрично плюс капа 2 штриха. Значит, что я сюда не вписал? Сюда я не вписал то, что стало с дельта кси штриха и дельта кси 2 штриха. Это будет е в степени. Если сюда подставлять вот эту штуку, так, будет лишний минус, значит, минус и дельта кси штриха капа 2 штриха. И все дифференциалы. Это декси, декси штрих, декси 2 штриха, дкапа штрих, и дкапа 2 штриха. Так, в чем же радость от такой записи? Радость в том, что один из этих интегралов теперь берется. Угадайте, какой. Так, сколько у нас времени осталось? О, перемена через 3 минуты. Значит, уходим на перемену, а после перемены вы мне говорите, какой из этих интегралов берется. Меня на перемене исправили, я забыл дифференциалы поменять. Здесь, раз, что мы перешли к новым координатам, то это уже дифференциалы не кси штрих и кси 2 штриха, а дельта кси штрих и дельта кси 2 штриха. Если мы берем, будем брать первым интеграл по капа, то тогда еще и с пределами никаких вопросов нет. Все они, интегралы сегодня как-то из бесконечности есть, до плюс бесконечности, так и остаются. И минус, который вылезет, никаких проблем не представляет, потому что два раза появится и сократится в итоге. Ну, придумали, какой интеграл берется? Не-не-не, по дельта кси он не берется, потому что она под неизвестной функцией, а интеграл от неизвестной функции, если бы кто-то взял, было бы прекрасно, но не получается. Значит, по кси берется интеграл, потому что кси входит только вот сюда. Давайте отдельно этот интеграл выпишем. Интеграл от е в степени и кси минус капа плюс капа штрих плюс капа два штриха под экси. Чему равен этот интеграл? Значит, в более простом виде интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности от е в степени и х у по д у равно 2π дельта функция от х. Значит, если забыли, откуда это берется, то просто проделывайте преобразование фурье от дельта функции туда и обратно. Получается вот ровно это выражение. Или то же самое для единицы. В результате получится одинаковое выражение. Так, значит, этот интеграл равен 2π в какой степени? В четвертой, потому что это интеграл по трем координатам и одному времени. И дельта функция от капа минус капа штрих минус капа два штриха. Значит, здесь минус я из аргумента вынес, потому что дельта функция является, насколько я помню, четной. Значит, ну тогда давайте дальше писать. Время вошло в КСИ. Поэтому однородность по координатам и времени мы учли одновременно, потому что время от координат здесь мало чем отличалось для нас. Так, давайте тогда не будем сразу дальше писать, а еще одну вещь обозначим. Больше интеграл здесь не берутся, но когда некоторая вещь собирается в интеграл и дальше входит только в таком виде, то ее удобно обозначить. И здесь это будет вот такая вещь. Это будет единица на 2π в квадрате двойной интеграл от сигма альфа-бета-гамма от дельта-кси-штрих дельта-кси-два-штриха на е в степени минус и дельта-кси-штрих капа-штрих минус и дельта-кси-два-штриха капа-два-штриха. Это по д дельта-кси-штрих д дельта-кси-два-штриха. Вот всю эту вещь мы обозначим новой буквой, точнее старой буквой. Это будет сигма-альфа-бета-гамма от капа-штрих капа-два-штриха. Вот это выражение мы еще подробнее поговорим об этом выражении, даже чуть более общем. Но пока что давайте просто представим себе, что вот эта штука обозначена такой буквой. Значит, в результате переписываем. 2π полностью уйдет, потому что 4 степени возьмется из коэффициента перед дельта-функцией, а 2π в квадрате уйдет вот в это обозначение. Значит, это будет всего лишь двойной интеграл по почему еще узнаем сигма-альфа-бета-гамма от капа-штрих капа-два-штриха. Собственно, что у нас осталось, что ушло? Это ушло в определение, это осталось, это осталось, это ушло во взятый интеграл, это это тоже ушло в определение, по кси взялось, по дельта кси штрих взялось, значит, осталось только этот дифференциал. Значит, записываем. То, что ушло в определение, дельта-функция из интеграла, дельта от капа-минус капа-штрих минус капа-два-штриха и оставшиеся дифференциалы. д капа-штрих, д капа-два-штриха и поля, виноват. Значит, умножить на поля е бета образ поля от капа-штрих, е гамма образ поля от капа-два-штриха, по д капа-штрих, д капа-два-штриха. Чем хорошо это выражение? Ответ не математический, а просто физический. Давайте. Хорошо. Тогда другой вопрос. Что мы искали? связь между образом тока квадратичным и образами полей электрических. Это выражение хорошо тем, что является ответом. Вот у нас самое начало образ квадратичной части тока это ответ, в который входят только образы электрического поля. Давайте я напишу, как эта штука выглядела бы, если бы мы искали не вторую, а сразу n-ную часть тока. Она нам не понадобится, поэтому буду писать ее и без вывода. Значит, альфтая от кси равно интеграл, сколько надо, столько будет интегралов, сигма альфа бета-1 бета-2 бета-n от капа штрих капа два штриха капа н штрихов на дельта функцию от капа минус капа штрих минус капа два штриха минус 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 капа н штрихов умножить на образы электрических полей е-бета-1 от капа штрих е-бета-2 от капа два штриха е-бета-n от капы н штрихов д-капа д-капа-1 д-капа-2 д-капа н штрихов ну тут сверху надо да штрихи они единицы да образ капа так ну и ответьте мне почему так счастливо получилось что вот любая любая энтая выражается жутким интегралом а ж первая которая не выходит из этого ряда и полностью так же вычислялась просто не в общем виде а конкретно на физике сплошных сред почему там не было интеграла и просто ж альфа равно сигма альфа бета е-бета то есть во всех дальнейших есть интеграл а в первой не было ну что-то я слышу про дельта функцию ну что про дельта функцию замечательно значит если мы возьмем просто n равной единице то здесь будет капа минус капа штрих этот интеграл просто берется поэтому в линейном случае у нас это выражение оказалось даже не интегральным это хорошо так ну теперь давайте возвращаться к нашему уравнению значит наше уравнение последнее в самом коротком виде записанное было l альфа бета первая е-бета равно вот чему-то с нелинейной частью давайте с квадратичной частью как мы хотели мол нелинейно слабая и давайте рассматривать самое большое из нелинейных слагаемых значит сейчас надо сказать две вещи первая из них следует уже непосредственно из вида выражения для нелинейной поправки вот этой вот где она там вот ж2 равно вот этому интегралу значит под ним стоит дельта функция которая там стоит очень не зря на волновом векторе и частоте соответствующей некоторому значению капа вклад вот эта правая часть интегральная будет давать только в том случае если подинтегральное выражение не равно нулю а не равно нулю оно только когда дельта аргумент дельта функции равен нулю то есть в любом другом случае дельта функция занулит ответ и все значит и вот это условие нам дальше будет очень часто встречаться и очень важно значит аргумент дельта функции равен нулю капа равно капа штрих плюс капа два штриха эта вещь называется условием трехволнового взаимодействия что такое трехволновое взаимодействие и почему это является его условием вы узнаете уже на следующей лекции от Алексея Дмитриевича но пока что мы уже можем сказать что если это условие выполняется то нелинейная поправка влияет если оно не выполняется то нелинейной поправки для конкретно данного капа нет не не условия трехволнового взаимодействия значит это условие расписывается подробнее к равно к штрих плюс к два штриха и омега равно омега штрих плюс омега два штриха просто капа равно к минус омега и поэтому покомпонентно расписывается так оказывается что для того чтобы влиять на волну с волновым вектором к электрические поля должны быть их волновые вектора двух разных волн в сумме давать этот вектор и с частотой абсолютно то же самое значит вот дальше будет сейчас некоторое пояснение вот этой штуке скажу в координатном представлении его обычно здесь не говорят мол давайте запомним что трехволновое представление вот так вот работает и все а давайте посмотрим на это просто по-человечески у нас есть некоторые уравнения конечно оно записано после преобразования фурье для образов функций но давайте посмотрим что это такое означает если бы мы работали в координатном представлении то просто слева вот здесь у нас был бы некоторый дифференциальный оператор действующий на электрическое поле L некоторый оператор действует на электрическое поле дифференциальный оператор если это поле является волной никак не меняет его волновой вектор и частоту опять же этот оператор он так как написан в первом порядке для однородной среды тут все в порядке там никаких нету дополнительных фишек которые изменят волновой вектор и частоту этой волны значит эта штука будет пропорциональна E в степени I IKR минус I омега T а что стоит в правой части в правой части стоит квадратичная поправка то есть поле умножить на поле так весьма символически пишем значит если эти оба поля тоже представить в виде волн ну то есть это конечно одно и то же тоже поле но просто если его представлять в виде волн то каждая из них это сумма нескольких волн и произведение будет каждое на каждую значит если одно поле ведет себя как E в степени IK'R минус I омега T а второе то же самое с двумя штрихами то в произведении будет стоять E в степени IK'R плюс K2'R на R минус I омега штрих плюс омега 2'R на T то есть в терминах дифференциальных уравнений вот это требование условия трехлонового взаимодействия абсолютно очевидно если у нас справа стоит квадратичная часть и перемножаются два поля с разными K и омега то слева чтобы уравнение удовлетворялось должна стоять волна тоже если это волна стоит с волновыми векторами омега и чтобы вот эти части сократились в уравнении нужно чтобы K было равно K'R плюс K2'R а омега было равно омега штрих плюс омега два штриха поэтому полезно иметь представление о том что такое условие трехволнового взаимодействия не только в пространстве волновых векторов и частот но и в координатном представлении так это первая важная вещь которая следует из тех формул которые мы с вами сегодня писали вторая важная вещь это то что же нам все-таки делать с вот этим уравнением здесь есть два кардинально отличающихся случая первый случай это если все идет невырожденным способом второй случай будет провырожденный случай поэтому там и поясним что это такое решать такое уравнение вообще-то очень просто если мы знаем как ток выражается через электрическое поле знаем какие-то начальные условия какое-то электрическое поле было все просто замечательно е бета равно л бета альфа минус первое от нелинейной части минус 4 пи ж второе ж квадратичное делить на омегу забыл омега и делить на c квадрат абсолютно никаких проблем решилось но этот случай несмотря на то что он решается он неинтересный потому что вот эта поправка если уж мы договорились что рассматриваем слабую нелинейность а для электромагнитных волн она почти всегда слабая потому что амплитуда электрического поля волны чаще всего намного порядков меньше чем амплитуда межатомных полей и поэтому существенно повлиять на среду мы нашей волной не можем хорошо если дисперсионное соотношение значительно меняется а уж нелинейные поправки искать тяжело это означает что вот эта поправка мала это значит что и наша поправка которую мы из этого уравнения получим тоже мала действительно интересным является тот случай когда наши поправки вызванные нелинейными поправками к теории должны быть значительные а лучше даже превосходить линейные потому что ну линейные 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 части работать скучно вы сделали двигатель чтобы сделать его в два раза мощнее вам нужно его делать там в два раза объемнее а если вы нашли какой-то нелинейный эффект это означает что вы можете сделать его в два раза объемнее а эффект будет там в 10 раз поэтому все нелинейные эффекты как раз интересны значит второй случай это тот тот случай когда нелинейность действительно важна в каком случае вот так нельзя А когда нет обратного? Нет, а как математически выразить требование, чтобы у матрицы не было обратной? Определитель равен нулю. В этом случае так нельзя. Что было бы, если бы определитель был мал? Беря обратную матрицу, вы бы делили там на определитель по методу, чьим методом там берется обратная матрица? Ну, чьим-то методом берется, там надо делить на определитель. Поэтому, если определитель близок к нулю, то это сейчас сразу начинает обращаться в бесконечность. И вот это как раз интересно. Почему же эту штуку делать нельзя? Значит, тут объяснение не столько математическое, сколько физическое. Вот это вот чем является? Давайте даже конкретнее. Первое. Эта штука, как мы вспомнили на первой половине лекции, является дисперсионным уравнением. Если вот это равно нулю, это значит, что для образующейся волны в результате наших нелинейных поправок выполняется дисперсионное соотношение. Дисперсионное уравнение. И это как раз сделает понятным, что происходит. Вот здесь вот, в результате нелинейного взаимодействия, постоянно получается какая-то волна. То есть вот ток добавочный есть, постоянно появляется какая-то волна, но она не собственная для этой среды. И она в этой среде затухает. А в этом случае оказывается, что в результате взаимодействия нелинейного в среде получается волна, которая уже характерна для этой среды и которая может в ней распространяться. Это означает, что слабый нелинейный процесс, нелинейная поправка, может постепенно раскачать волну, которая там уже существует и не затухает, до больших величин. Вот эта штука и будет называться трехволновым взаимодействием. И на следующей лекции Алексей Дмитриевич вам будет рассказывать в приближении волновых пакетов, как эту штуку считать. Там достаточно сложный математический аппарат, поэтому сегодня мы это не начнем. Но в следующий раз обязательно узнаете. Значит, вот в этом случае поправка может быть большой. И давайте теперь просто отдельно запишем, как же выглядят все условия на то, чтобы вот такая ситуация реализовывалась, чтобы две волны взаимодействовали и порождали третью. Значит, первое – это условия трехволнового взаимодействия. От него никуда не денешься, без него ничего нелинейного не будет. К равно К штрих плюс К два штриха. Омега равно омега штрих плюс омега два штриха. Новая волна, которая порождается в этой среде, должна существовать. То есть, вот выполняется ее дисперсионное соотношение. Значит, омега равно выражению для омега от конкретного значения К. От какого-то, нет, абстракт, не вообще все время выполняется для этих К и омега. И две волны, которые уже существовали в среде, которые накачивали, тоже должны были в ней быть. Поэтому для них тоже выполняется дисперсионное соотношение. Значит, омега штрих равно омега штрих К штрих. И омега два штриха равно омега два штриха от К два штриха. Значит, вот если это реализуется одновременно, то говорят, что спектр распадный. Сейчас я буду уточнять, что это значит и почему употребляются именно эти слова. В первую очередь, здесь важно понимать, что вот эти дисперсионные соотношения не обязаны быть одним и тем же дисперсионным соотношением. Если в среде могут существовать одновременно разные типы волны, допустим, не только электромагнитные, у которых конкретно дисперсионное соотношение, допустим, там звуковые волны одновременно с электромагнитными, и еще третья волна какая-нибудь вообще жуткая другая, допустим, звуковая, но не продольная, а поперечная, то никаких проблем, чтобы вот эти три функции, выражающие зависимость частоты от волнового вектора, были разными. Именно поэтому они здесь написаны. Функции омега, омега штрих и омега два штриха. Значит, никакого требования, чтобы волны были одинаковые, нет. Потому что любое уравнение, если вы будете писать, если в правой части будет что-то, зависящее от координаты времени, как Е в степени ЕК и Р минус омега Т, то оно и будет вносить вклад. Значит, спектр называют распадным, а наоборот, не каким-то соединительным. Просто потому, что процессы эти абсолютно симметричны, и сложение двух волн в третью происходит абсолютно по тем же законам, что и распад третьей волны на эти две. Вот просто глядя вот на эти вещи, сразу понятно, насколько все симметрично. Нужно всего лишь заменить там К-штрих на минус К-штрих, а это вектор, поэтому никакой проблемы это не представляет. И, собственно, будем получать то же самое. Поэтому просто из-за того, что этот процесс идет в обе стороны, а называть каким-то словом надо, говорят, что спектр распадный. Не все спектры распадные, и бывает такое, что просто по некоторым законам физики дисперсионные соотношения таковы, что волны не распадаются ни при каких обстоятельствах вот в данной среде. Такое тоже бывает. Да. Это разные формулировки одного и того же. То есть из этого следует вот это, а из вот этого следует вот это. Тут нет односторонней логики. Значит, сейчас я посмотрю, не забыл ли я что-нибудь вам сказать. Ну, собственно, последнее утверждение, что вот когда этот второй случай реализуется, собственно, только которым мы и будем заниматься дальше, ничто не мешает амплитуде и зависеть от координат и времени. То есть вот, собственно, с этого и начнется следующая лекция. Будем, точнее, Алексей Дмитриевич будет рассказывать, как взаимодействуют волновые пакеты. То есть нам неинтересно, как будет взаимодействовать всюду существующая волна, потому что таких лабораторий не бывает. Мы светим всегда лазером откуда-то и куда-то. Значит, эта штука существует в конкретное время и конкретной координате. Поэтому следующая лекция будет посвящена тому, по крайней мере, ее начало, как во времени и пространстве эволюционируют вот такие волновые пакеты. Продолжение следует...